Объяснять вам, кто такая Раневская, когда, кажется, нет в стране ни одного кинозрителя, ни одного театрала, который бы не знал и не восхищался бы ее искусством. Нет, убеждать вас в этом значило бы примерно то же, что говорить о том, что день есть день, ночь, ночь и время, время. И все же я решаюсь высказать мысль, что народность Фаины Георгиевны Раневской необыкновенна, даже на фоне широкой народности всего нашего искусства и его выдающихся представителей. Я, скажем, люблю больше музыку симфоническую, и для меня дирижер увенчанный народной славой и народным признанием, и есть самый народный. А другой любит частушки, и для него самый народный руководитель народного хора. То же самое относится и к актерской игре в разных амплуа и в разной степени дарований. Но Раневская восхищает решительно всех. Она отвечает вкусом, начиная от самых взыскательных и радует людей, еще вовсе не приобщенных к искусству. Я бы сказал, Раневская всенародно. Это высочайший эталон признания, намекающий, как бы сказал Белинский, на великость таланта и ту высокую степень искусства, которая позволяет сказать, что актриса сумела создать нечто такое, чего никто до нее не создал, и что отмечено такими неповторимыми чертами зрелого и совершенного мастерства, что самая смелая похвала не покажется тут преувеличением. Это особенно замечательно потому, что Раневская играет не героинь, которому принадлежат симпатии зрителей, не воплощает общественный идеал. Нет, чаще всего ее роль вызывает смех, взрывы хохота, смех гомерический, стоны восторга, восклицания, обозначающие предел наслаждения комическим. И лучший среди ее персонажей это разоблаченные ею Раневской, замечательным художником нашего времени. Это еще удивительно и потому, что ее роль, большая часть, очень коротенькие. Но то, что она умудряется в них вложить, это такой каскад остроумия, неожиданных небывалых находок, заключается такую спрессованность житейских наблюдений, с которыми мы встречаемся повседневно, но просто не сумели еще их осознать, что едва ли не каждая комическая роль Фаины Георгиевны становится художественным открытием. Пока талантливый художник не утвердился во мнении общества, говорят о его отдельных работах, о симфониях, о книгах, о кинофильмах, о сыгранных им ролях. Когда же он уверил всех в своем праве творить по законам, им самим над собой поставленным, начинает говорить о его творчестве в целом. Я поклонница Маяковского, а я люблю Шостаковича. Раневская давно уже стала художественным явлением. И самое ее появление перед публикой каждый раз заключает себе залог успеха, который через несколько минут выразится в изъявлении радостной благодарности и широкой народной любви. Ну вот сыграна одна роль, и другая, и тридцать, и пятьдесят, и число их перевалило уже за первую сотню, и за вторую. И наступает такой момент в этой деятельности, когда возникает вопрос, какой же секрет таится в этом таланте, какие неповторимые свойства он заключает в себе, и что составляет вклад артиста в общую сокращение. И тут приходится называть словами то, что чувствуешь душой, чувствуешь сердцем, что реагируешь смехом или слезами, что живет в твоей памяти в нерасторжимом единстве всех элементов, живет живое, а не придуманное, достоверное в такой степени, что я искренне верю в существование на Земле не только самой Раневской, но и созданных ее персонажей. Маньки из Шторма, и Роза Скороход из Мечты, и Ляли из Подкидыша, и Маргариты Львовны из Весны, и Топерша из Пархоменко. Всех, кто рожден ее талантом, ее вдохновением, ее воображением, ее трудом. Я верю в них, в ее персонажей, как верю в Чичиков, Ноздрева, Хлестакова, Вакаки Акакевича Башмачкина, потому что все это не фантомы, а образы своей гусилой гоголевского таланта, населившие землю, раздвинувшие пределы жизни, представившие и прекрасные, и уродливые черты в их художественной гипертрофии, в художественном преувеличении. Я не случайно назвал имя Гоголя. Раневской свойственно гипербола в ее художественных творениях. Не та гипербола, что не оставляет скупому ничего, кроме скупости, жадному ничего, кроме жадности, малому ничего, кроме его человеческой ничтожности. Нет, выявленная Раневской подлая или жалкая, или смешная сущность ее персонажей позволяет рассматривать их не в ранге отвлеченного изображения порока. Ее спекулянтка Манька, готовая продать кого угодно и что угодно, не лишена ни человеческих черт, ни характера. И, глядя на нее, видишь, что она человек, доведенный до состояния бесчеловечья, то есть жизнью, которая рушится под ударами революции. Но все же и она была когда-то человеком. И что это явление огромное, явление социальное, историческое. И многие пласты мысли поднимает в сознание этот жуткий и поразительный в своей конкретности образ. Но ведь в нем и в этом сила Раневской воплотилась всякая спекуляция, всякая звериная сущность, способная выявиться в любое время, в любых обстоятельствах. Эта фигура обладает огромной обобщающей силой. И не только фигура Маньки. Одна из особенностей таланта Раневской ее способность к обобщению, к созданию образа и достоверного в своем житейском изображении, и в своей гиперболической сущности. Умение соединить и абстрактные, и конкретные черты. То, чем так силен Гоголь. Вот почему я назвал Гоголевской эту черту ее дарования. Когда я был подростком и впервые читал «Войну и мир 2» Толстого, отец спросил меня, ну, кто тебе понравился больше всех из героев Толстого? Я сказал, Долохов. Отец закрыл книгу и сказал, ничего не понимаешь. Долохов негодяй. Я огорчился. И только долгое время спустя понял, не Долохов мне понравился. Мне понравилось, как Толстой написал Долохова. Я не сумел отделить восторга перед автором от нравственной сущности его персонажа. Но если меня сегодня спросят, я отвечу по-прежнему. Долохов. Но буду иметь при этом предмете искусство Толстого. Такого же рода чувства испытываю я, глядя на бывшую даму Раневской, на ее спекулянтку, гадалку, графоманку Мурашкину, на лялию из-под кидыша, на габку из повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. В нескольких метрах Раневская сумела создать запоминающуюся фигуру. Я восхищаюсь не ими. Я восхищаюсь Раневской. В ее искусстве даже и отвратительные черты вызывают эстетическое наслаждение, испытав которое, мы становимся взорче, лучше понимаем законы жизни, лучше ощущаем критерии прекрасного. Раневская очень большой художник. И вот еще одно доказательство. Читая книгу, мы испытываем наслаждение, ощущая собственный стиль автора. И говорим о стиле, как о высшем выражении индивидуальных свойств художника. Если говорить о Раневской, то во всех ее созданиях мы чувствуем стиль их автора, неповторимую манеру его, своеобразие его натуры и творческих приемов. Это единство стиля не означает творческого однообразия. И словом, для того, чтобы показать свои неограниченные возможности в пределах своего обширного человеческого диапазона, актриса не боится играть роли, близкие между собой по материалу. При этом Раневской в такой степени удается передать не только существо человека, но и свое отношение к человеку, свою мысль о людях, о жизни, об истории. Ей всегда есть, что добавить к авторскому замыслу. Она всегда понимает, как углубить и развить его. И работает она не на своей характерности, даже не на своем характере. Она далеко уходит от себя и создает людей нисколько на себя непохожих. Скромная сама, неустроенная, неуверенная в себе, вечно в себя сомневающаяся, но как художник, глубоко убежденная в своей художественной правоте, она берет характеры диаметрально противоположной собственной натуре своей. Играет женщин бесцеремонных, грубых, расчетливых, жадных, или смешных, или жалких. Может быть, только в одном облике вы увидите существо, близкое самой Фаине Георгиевне. Это военврач в фильме Александр Матросов. Натуры, наделенные большим талантом и юмором, люди умные и иронимые, глядя на себя как бы со стороны, часто оценивают себя иронически. И эта ироничность в высокой степени присуща личности Фаины Георгиевны. И мы часто видим из-под ее образа, который создан ей на наших глазах, видим ее самое, как паспарту, как обводку, подчеркивающую выпуклость, объемность, живость, достоверность изображения. У нее такой мощный контакт со зрителем, что даже в кино, оставаясь за пределами так называемой четвертой стены, Фаина Георгиевна умудряется сохранить этот контакт. Она словно просачивается сквозь эту четвертую стену и стена диффундирует под напором ее таланта. И при этом она живет в образе и над образом, и, как говорят в авиации, баражирует над ним и, не глядя в зал, но посвящая ему свое очередное творение. Блестящее искусство Раневской подтверждается еще и тем обстоятельством, что она играет в кинокартинах в таком блистательном окружении, в окружении таких мастеров, таких талантов, как Грибов, Хмелев, Яншин, Гарин, Мартинсон, Пляд, Абдулов, Жаров, Черков, Жеймо, Орлова, Морецкая, Остангов, Кузьмина. И этот ансамбль помогает ей с еще большим блеском обнаружить ее грандиозное дарование. Редактор субтитров Корректор А.Егорова